Всем привет, ребятки, на моей маленькой разводе. Всем по-приветику, хорошего дня и приятного настроения. С вами снова Санек. Вот уже даже не знаю, что снимать, но по комментариям, да, и так хочу рассказать чуток. Первое дело, что мы сегодня сделаем, это отсадим, получается, коридоросов крабчатых и коридоросов золотистых. Пускай они живут, размножиться будет прекрасно, потому что рыбка очень хорошенькая. И расскажу чуток, как я развожу лялиуса. Вот такие две темы, получается, и приехал с работы, и снова в бой. И, ребят, первым делом отсадил я вот этих вот зверей. Смотрите, какая у меня самочка. Она в два раза больше, чем вот эти самцы. Чего вон там прячутся? Одну самку и два самца я посадил. И пускай здесь живут. Поставил орлифтик, набрал воду с аквариума. И, получается, будут они здесь пока проживать. Отнерестятся, не отнерестятся, это не столь важно. Но пускай здесь живут. Но, конечно же, важно, чтобы получить икринку. Вот это сомики крабчатые. Здесь будут жить. А сомики золотистые я забросил вот сюда. Вот, кстати, самочка приплывла сюда. Но в золотистых сомиков получается самочка поменьше. Вон там сзади два самца плавает. Тоже установил им аэрлифт и обогреватель. Температуру, конечно же, надо понижать. Но будем что-то экспериментировать. Посмотрим, как они будут себя здесь вести. И понаблюдаем за вот этими ребятками. И, получается, по нерестам барбусов. По нерестам барбусов. Чего они нам? А ничего. Скорее всего, самочка закистованная. И она не даст икры. И пробовали мы с вами ее сцеживать. Но вот так вот они там попрятались. Никакого движения. Уже третий день. И что я решил? Отсадить их обратно в общий аквариум. Этот аквариум сейчас освобождаем. И, получается, освобождаем вот этот аквариум. Так как здесь только штучек 5 икринок. Вот видите, сейчас попробую приблизить. Но никакой жизни там нет. Вот одна и где-то 5 разбросанных икринок. Она белая. Это нерестились барбусы и мутанты. Она белая. Никакой жизни там нет. И не стоит ставить даже обогреватель. Вот. И, получается, получается, хотел я еще рассказать вам, как я размножаю лялиусов. Размножаю лялиусов я вот таким вот методом. Получается вот этот аквариум. Здесь у меня живут... Ну, у нас первое... Вот. Вот этот аквариум у меня получается 110 литров. В одном отсеке получается 55 литров. Вот. И здесь у меня живут сутурисомки. А здесь живут лялиусы. Живут 4 самочки лялиуса и 2 самца. Вот. И постоянно не было никакого эффекта, пока я... Ну, сейчас поподробнее. Вот. И получается, я их отсаживал. Они что-то там пенили, что-то не пенили. И никак я не мог получить от них икры. Вот этих, ребят, я развел отсаживанием. Как-то с горем пополам. Но пара была рабочая, так как, скорее всего, это были привозные. И парочка сработала. Они болели. Долго болели. И, получается, не спас я их производителей. Но у меня получилось развести вот этих лялиусов. Никуда я их не продавал. А нет. Парочку продал там. Может, одну или вторую. И получается, вот это что все у меня осталось. Долго экспериментировал. Видео тогда я еще не снимал. Но эффект дал вот такой вот, как сейчас я размножаю. Без отсаживания, без ничего. Получается. Главная фишечка в чем, что территории хватает на два самца. Вот, смотрите. Вот одна шапочка из пены. Здесь один самец орудует. А вон там, вон в дальнем углу, еще один самец. И они себе спокойно делят территорию. Так как я убрал здесь все, скорее всего, вот даже вижу, личиночка плавает маленькая. Сейчас попробую сфокусировать. Какая-то выжившая. Ее даже не трогают. Не получилось, конечно, она куда-то убежала. Но здесь плавает еще и личинка. Плюс икра, плюс они стандартно нерестятся. Так как фишечка вся вот этой лампе. Чтобы было круглосуточное освещение. Но это освещение очень слабенькое. Так как лампе 100 лет. И она еле-еле-еле светит. Так как, в принципе, в природе месяц. Луна. Вот. И вот так вот я размножаю. Подмениваю водичку стандартно. Раз в недельку. И вот такой вот эффект. Это чисто случайно получилось. Но я планировал, в принципе, отсадить в отдельный аквариум. Чтобы они сами здесь. И все такое. Так как гурамки у меня тоже так размножаются. Вот уже снова строят пенное гнездо. Это жемчужные гурамки. Надо было бы убрать. Если будет икра, конечно же. Надо будет убрать. Вот. И полялиусом вот такой вот у меня план действий. Личиночки они дали много. Вся плавает. Икринка здесь. И личинка. И есть ее много-много-много здесь. Она фокусируется вот там в дальнем углу. Вот видите, сколько ее здесь есть. Много-много личиночки. И вся она вон там прячется. Кормлю ее инфузорией два раза в день. Так как работаю на работе. С утра перед работой покормил. И вечером приехал. И сразу же тоже покормил. Вот как-то так я развожу. Размножаю лялиусы. И сейчас вот подсадил я сомиков, кориков. Они очень-очень не нравятся. Я уже неоднократно это повторял. И вижу какое-то движение. Обычно они стрессуют. Но не в этот раз. Сейчас для стимуляции нереста забросил элодею канадскую. Вот такой вот кустик. Чтобы они что-то там себе работали. Ну посмотрим. Отнерестяться будет очень хорошо. И вот на разводинке сейчас еще работаю. Вот этот убрать аквариум. Вот этот аквариум убрать и отсадить получается. И куча-куча всяких мелочей. Таких как подмены воды. Смена воды у аллафоруса. И конечно же вот так вот я его размножаю. Вот в таких вот контейнерах. Вот эти. Вот эти. Но это все надо будет освобождать. Под выростники. И получается. Хочу сделать какой-то контейнер. А то я всегда вот вижу. Вот этот аллафорус убегает. Вот через контейнер плохо фокусирует. Вот на дне видите. Это я все скармливаю. И также сейчас для стимуляции нереста. Я подкормлю крапчатых сомиков аллафоруса. Дальше засниму. Сейчас подсоберу. Подменю водицу. И покажу вам. Аквариумы упустошил. Вот этот. Получается вот этот. Они мне не нужны. Этих ребят. Пересадил. И получается. Вот забросил. Покормил всю рыбку. И забросил аллафорус. Они уже его подъели. И никак я его не могу толком развести. Но вот так вот для стимуляции нереста чуток уделяю своим рыбасам. Сюда забросил. Этим забросил. И как всегда коридоросов подкармливаю. Вот забросил им мотылька. Чтобы не спугнуть. Вот так тихоря подойдем к ним. Потому что только их вот так вот стревожить. И сразу же убежали. Но такие уже крупненькие. Сантиметра по полтора. Возможно даже и два. Но еще маловаты. Здесь личиночки совсем-совсем мало. Барбуса вишнева. Что-то пару штучек. И все. Вот. И люблю наблюдать как вот эти. Сомики. Анцистросы. Тоже поедают таблеточки. Вот борьба у них идет. Так их не видай. Где-то попрячутся-попрячутся. А как только таблетки зачуют. И вот так вот сразу же. Бесятся. Ну и ребят. Вот как-то так получается на сегодня. Работки немного. Но чутка сделали. И вот ребят. Получается как-то так на сегодня. Рассказал как размножают этих ребят. Покормил их. Они успешно поедают цуку и дакию. Потому что у меня закончился мотыль. И заказал я на пробу. И завтра уже килограмм. Говорят живой, дешевый. Но посмотрим какой. Если даже придет хороший корм. То есть мотыль живой. Я его заморожу и закажу еще килограммчиков так 10. Пускай будет. Вот. Отсадили крабчатых, золотистых самок. Пускай себе успешно нерестятся. Будет очень даже хорошо. И ребят. На этой ноте я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня. Приятного настроения. Удачи. И пока. С вами был Санек. Субтитры сделал DimaTorzok